Симона Вилар. Рыцарь света. Далекий свет. От автора. Высокое Средневековье, эпоха яркая, колоритная, возникают рыцарские ордена, устанавливается кодекс рыцарской чести и рождается культ прекрасной дамы. Но в этот же период ожесточаются династические споры и в результате кровавых войн и хитроумных интриг перекраивается карта Европы. Для писателя это широкое поле для фантазии, а для историка – увлекательная работа. Роман «Рыцарь света» является продолжением «Леди-послушницы», но написан он мною как вполне самостоятельное произведение. «Главные герои моего романа – молодая пара Артур и Милдред. Юноша-сироте, воспитаннику монастыря, надо во что бы то ни стало получить рыцарское звание, дабы стать вровень с его избранницей леди Милдред Гронвудской, одной из самых завидных невест Англии. Девушке такого положения невозможность не зайти до простолюдина Артура ни по взглядам, ни по социальному статусу. Но сердце юной леди, вопреки законам и условностям, все равно принадлежит ее обаятельному возлюбленному. А потому Милдред готова поддержать Артура во всем, только бы однажды иметь право открыто объявить о своем выборе. Судьбы вымышленных героев я показала на фоне реальных исторических событий. Вместе с ранее написанными книгами «Леди-послушница» и «Поединок соперниц» роман «Рыцарь света» дает представление об Англии первой половины XII века, о сложности взаимоотношений власти имущих потомков завоевателей острова – норманнов – и основного населения – саксов. Причем события происходят во время долгой гражданской войны, когда за трон сражаются две династии – дома Блуа, представителями которого являются узурпировавший трон король Стефан и его наследник Юстас, и их соперники из анжуйского клана – кузина Стефана Матильда Анжуйская и ее выросшие настроены добиться победы сын Генрих Плантагенет. Так что участие реальных исторических персонажей в сюжете – вполне оправданный прием для того, чтобы передать дух того времени, столь отличающийся от принятых нами сегодня правил и понятий. Работая над книгой, я обращалась к документальным источникам и научным трудам, читала художественную литературу о том времени. Мне нравилось изучать непростые характеры исторических лиц той далекой эпохи, – хотелось составить о них собственное мнение, чтобы показать их живыми людьми со слабостями и достоинствами. Ведь мои персонажи из прошлого, будь то вымышленные или реальные, такие же, как и мы с вами. Пусть и жили они много столетий назад, иначе вели себя, добивались иных целей. Следуя за историей и хронологией, я стремилась сделать свое повествование динамичным, а сюжет увлекательным, чтобы вы смогли окунуться в то далекое прошлое, ощутить аромат времени и сопереживать героям, которые, надеюсь, станут вам понятными и близкими. С уважением, Симона Вилар. Глава первая Апрель 1150 года Ворота закрылись стягучим скрипом. Трое путников оказались на дороге среди ревущего над морем и скалистой пустошью ветра. Они стали подниматься по тропе, уводящей от похожего на груду камней мрачного замка. — Вот мы и побывали в замке Тентагель! — тонким фальцетом произнес один из них, стараясь перекричать шум ветра и грохот волн бьющихся о скалы. — Ну что, Артур, доволен, что увидел замок, где родился твой легендарный тезка? По легенде, король Артур был рожден в замке Тентагель в Корнуоле. При этом говоривший стягивал под подбородком завязки облегающей кожаной шапочки, а ветер трепал его выбившиеся рыжие волосы. Он щурился, отчего темные глаза казались щелочками, а очень светлую кожу даже холод не разрумянил, и веснушки на носу выглядели почти черными. — Ну так как, Артур? — хлопнул он по плечу своего более высокого спутника. — Веришь? После этого легенда. А вот я не ожидал, что Тентагель окажется такой дырой, да еще и у самого черта на куличках. — Отстанет Артура, Рис! — одернул рыжего третий спутник, одетый в линялую бенедиктинскую сутану. — Мы сами согласились приехать сюда и передать послание Хэрифорда Реджинальду Корнуолскому. — Кто же знал, что милорд-граф покинет обжитый Лонсестон и переберется сюда? Здесь даже дорог подходящих нет. Вот и пришлось оставить наш фургон и шлепать среди пустошей в этакую глушь. А граф Корнуолл еще и оказался негодным христианином. Принял послание, а самих посланцев выставил за порог. Хорошо, хоть покормили. Да, неприветливое местечко, клянусь задницей папы и всеми чертями ада. Монах ругался почти во весь голос, перекрикивая шум моря и вой ветра. Но он всегда был ворчуном. Его лицо крупное и угрюмое, редко когда освещалось улыбкой. Он носил черную сутану бенедиктинца, хотя, по сути, давно уже не был монахом, поскольку предпочитал странствовать по свету, перебиваясь случайными заработками. Но сейчас, в начале апреля, его толстая шерстяная сутана с капюшоном и плотным скрапулярием Скрапулярий В монашеском облачении накидка в виде широкой, надеваемой через голову поверх сутаны полосы. Один конец скрапулярия располагался на груди, другой на спине. Неплохо ему служило, оберегая от порывов резкого ветра. Третий спутник, Артур, ничего не ответил. Длинноногий и гибкий, он опередил своих спутников и шел, удерживая одной рукой у горла капюшон плаща, а второй, опираясь на окованный металлом длинный шест. Сильный ветер бросал на глаза темные пряди, но, несмотря на мрачное выражение лица, он казался привлекательным. Прямые, как стрелы, брови, правильной формы нос, красиво очерченные губы, выразительные карие глаза. Правда, сейчас взгляд Артура был несколько отрешенным, и он, не отзываясь на голоса спутников, глядел только вперед. «Артур, да не беги ты так!» — крикнул ему вдогонку монах. «И если уж Реджинальд Курнулский не дал нам приюта, то, может, стоит поискать убежище там?» Он махнул рукой в сторону жавшихся в отдаленной низине хижин. Артур обернулся и отрицательно покачал головой. «Послушай, Мэтью, и ты, Рис, у меня такое чувство, что не стоит нам тут задерживаться. Не понравилось мне, как нас принял граф Курнуловский. Я ведь ранее уже возил ему послание, и он вел себя совсем по-другому. А теперь забился в эту глушь, принял нас так, словно опасался чего-то. Да и письмо от Херрифорда прочитал украдкой, будто не хозяин в собственном замке, его что-то страшит. И, похоже, я понял, что его пугает. Вернее, кто. Видели стоявшего за креслом графа крестоносца? Заметили, как на него оглядывался высокородный Курнул? Нет, друзья, чует мое сердце тут что-то неладно. И чем скорее мы унесем отсюда ноги, тем сохраннее будут головы на наших плечах. В отличие от спутников, он говорил негромко, и ветер унес половину его слов. Но и то, что они услышали, заставило их поторопиться. Артур лучше их разбирался в перипетиях этой многолетней борьбы за трон Англии. В прошлом году он даже сражался за одного из претендентов, Генриха Плантагенета, пока тот не оставил свои попытки и не уехал в Нормандию. Королем же остался Стефан Блуаский. Некогда сей монарх захватил корону Англии вопреки воле умершего короля Генриха I. Генрих I, по прозвищу Баклерк, король Англии в 1100-1135 годах. После своей смерти оставил трон единственной дочери Матильде, бывшей замужем за графом Жофруа Анжуйски. Но престол успел захватить племянник Генриха Стефан Блуаский. Их соперничество за трон послужило поводом к долгой гражданской войне в Англии. Однако правление его не было мирным. Сначала дочь и наследница покойного монарха вела с ним войну за свои права. Потом борьбу продолжил ее подросший за эти годы сын Генрих. И это, помимо прочих, могущественных лордов, которые становились на сторону то одного претендента, то другого и вели войну на свой страх и риск. Одним из таких лордов был граф Роджер Хеллифорд, союзник молодого Генриха. Именно по его поручению прибыла в Корнуолл эта троица, передав тайное послание. Задание было опасное, однако Хеллифорд хорошо платил. Другое дело, что там, где вершат дела сильные мира сего, простым исполнителям лучше держаться в тени. Когда посланцы удалились от замка Тентагель и поднялись на взгорье над морем, ветер резко стих. Подобные перемены погоды не редкость в Корнуолле. И теперь путники шли по тропинке среди цветущих кустов дрока, унизанных сверху донизу золотистыми цветами, словно зажженными крохотными свечками. Воздух вокруг стал мягким, наполненным запахами сноскальных пастбищ и ароматом морской соли. Солнце уже садилось, и небо над морем разовело нежными, закатными красками. Рыжий рис даже запел, так хорошо стало на душе. Артур тоже замедлил шаг и, откинув капюшон, тряхнул своими длинными черными волосами. Только Мэтью по-прежнему ворчал, дескать, уже вечереет, к ночи они все одно никуда не попадут, так не лучше ли поискать где-то укрытие, пока неверная курнововская погода опять не преподнесла новый сюрприз. Да и тучи на севере ему совсем не нравятся. Туча настигла их скорее, чем они могли ожидать, и вновь заревел ветер. Путники уже удалились с побережья и брели через вересковую пустошь, вокруг которой росли одинокие ноги и деревья, принявшие причудливые, вымученные на непрестанном ветру позы. Порой среди верещатников виднелись странные каменные столбы, казавшиеся на фоне неба сломанными зубами сказочного чудовище. Быстро темнело, и с темнотой ветер превратился в настоящий шквал. Уже трудно было что-либо разглядеть, а потом пошел ливень, холодный и пронизывающий. Шедший впереди Артур едва не упал, ощутив под ногой пустоту. При вспышке молнии он заметил, что стоит на краю оврага, по дну которого к морю течет бурный поток. «Надо где-то укрыться!» крикнул Артур и начал осторожно спускаться. Во овраге ветер не так набрасывался на путников, но пробираться в темноте было весьма рискованно, и тут при вспышке очередной молнии Артур разглядел в стороне от бурлящего потока нависавшую над землей широкую скалу, под которой можно было найти временное пристанище. Кое-как добравшись туда, они обнаружили, что среди углублений в камнях было немало нанесенных ветром веток, значит им удастся развести костер и обсушиться. Именно это они и сделали. «И все же Господь нас любит, если вовремя послал такое убежище», весело заметил рис. Они сгрудились возле небольшого костерка, поворачиваясь к огню то одним боком, то другим. Когда грохот стихии усилился, монах Мэтью определил, что дождь перешел в град. «Вы только поглядите, что творится!» Он показал спутникам одну из градин величиной с голубиное яйцо. «Наверное, его милости Реджинальду Корнуолскому сейчас сладко почивать на меховых покрывалах». Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров